приветствую с вами я векан христолюб у нас с вами сегодня видео под названием на значке увидите индульгенция на зло а назвал я его оправдание своего зла который я творю мои злые дела чужими делами делами окружающих меня людей поводом для записи этого видео стало наставление святого преподобного антония великого которого я зачитал на другом своем канале христолюб чтение библии иных писаний и сейчас пишу такую маленькую серию не 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 зачитывая и не комментируя все наставления антония а избрачные места какие мне интересны которые абсолютно полностью согласуется с евангелием с истиной с новым заветом с учением иисуса христа апостолами да и сегодня я хочу прочитать такое очередное и кое-что сказать уже своими словами предыдущее видео кто смотрел был очень длинным думаю что это будет не такое потому что там я все предисловие рассказал про антония мне хотелось поговорить две недели из-за посевной я тут не писал большие проповеди шорцами снова занимаюсь да ну и подготовка материала но вот сейчас пишу такие опять побольше которой ну и поэтому сегодня без каких-то предисловий про антони почему я беру его цитаты за основание если хотите посмотреть и предыдущее видео по списку по хронологии кто на канале смотрит называлась она об умной работе но добрый человек и а безумный равно злой человек да но сегодня у нас вот такой вот на самом деле вот эту картинку которую я выбрал на значок видео она не совсем я долго пытался подобрать узнать какую-нибудь картинку где он тыкать посмотрите или что-то наподобие есть веганские посты когда они там обличают труппажоров которые якобы ну там тоже немножко другой смысл когда знаете там ну допустим те кто едят трупы там поросят свиняты там якобы посмотрите на китайцев звери негодяи изверги там едят собак и кошек да вот но там тоже другой смысл он тоже не совсем подходит да хотя есть тоже в этом тоже в этих постах но там опять все связано с вегансом животным я хотел общую мысль подать да там многими на меня тоже ропщет что у меня все к веганство надо сводится нет не все просто как яркий пример бывает видите даже там достаточно действительно иллюстрации много интересных но я не интересных а таких отображающих иллюстрации ты должна без слов говорить о том что ты хочешь сказать словами да ну я вот максимум что нашел то что такое но тоже неплохо типа бог такой суровый толстячок да ну и якобы грешника на суде божьем до осуждает прокурор черт бесы там якобы ангел видит непонятно про полицейского получается да не адвокат какого ну якобы его защищаешь и такой но мы вот картинка просто вложен тот смысл какой я хочу вложить в принципе нам подойдет по сути просто на место черта поставьте этого грешника наоборот двух грешников принципе черт он и так грешник да дьявол и вот как раз тут тут очень картинка рю подходит да и вот этот черт только здесь он как бы осуждает этого грешника ну и в нашем случае да то есть мы оправдываем свое зло как бы да мы сегодня рассматриваем еще то что другого зла но там якобы очевидно вон такой лысенький грешник уже осужденный можно сказать уже обвиняемый да и на самом деле грешни и на самом деле без который такой же грешник ибо отец греха и отец лжи да тычет на него пальцем вот он же грешник тут конечно картинки нет того что и он сам что-то делать но подозреваем что сам черт том же сам злодей значит много зла делает да и вот он тычет на другого сам делая тоже и вот такой смысл да ну и давайте зачитаем с наставление то не великого оно восьмое по списку звучит она следующим образом не образованные и простец и смешным делом считают науки и не хотят слушать их почему почему люди глупые не образованы такого простого склада да да чё там ваши знания ничего не хочу знать да потому что а почему они не хотят изучать науки там умудряться потому что ими обличаются этими науками ну или людьми носителями этих наук обличается их невежество и они хотят почему они сами не делать и другим говорят да не делать что тебе надо но там да почему потому что они сами обличаются их невежеством и они хотят чтобы все вот эти вот невежественные необразованные простец и хотя чтобы все были подобные но антони на самом деле я уже в принципе второе видео да вообще я нередко говорил и об этих наставлениях вспоминал да что у нее основная мысль как раз я первый ролик и записал на первое наставление что умный и добрый человек это одно и то же да и здесь он как бы хоть и там не за науки понятно топит и здесь как бы можно показалось нет он просто образ как раз опять очень хороший дает правильно мирской такой образ да как есть такое понятие что в мире именно тогда он просто его дает для понимающих что перевести это на духовные понятия да он год и и равным образом и не воздержаны то есть точно также равным образом невоздержанные по жизни и нравом то есть грешники злодеи заботливо желают очень об этом заботиться чтобы все были хуже их думая снискать себе оправдание в том что много злых в чем оправдание в чем индульгент на зло да не вон делают чем я хуже я тоже могу а тем более они еще вон что делают а яд может не такое страшное зло делаю чем я хуже это китайцы там собак и кошки едят а я всего лишь коровок свинят и курят убивают яд не такой они-то этих и еще кошек собак едят да я ты я цветой по сравнению с да мы перейдем к еще более ярким примером в угоду современности обязательно сейчас об этом скажу так просто читаем чтобы для истины до чтобы не выдирать вы знаете как я сам проповедую не выдирать не через контекст хотя бы целиком наставление гибнет раскрывается душа от зла греховного которая многосложно и совмещает себе блуд гордость алчность гнев продерзость неистовство убийство ропот зависть лихаимство хищничество нетерпеливость ложь властолюбие ленность печаль робость ненависть осуждения разлинение заблуждения невежество обольщение богозабвение этим и подобным терзаемо бывает бедная душа удаляющаяся от бога ну сразу скажу о той мысли очень важно все равно сегодня стараюсь в роликах своих максимум истины преподать да в полноте что уже о том что бог благ и бог нет кого не отворачивается бог никому не вредит всякое даяние добрые всякие дар совершенный от бога исходит если добро то это от бога так говорил иаков апостол да и так и есть а человек творя вот зло греховное да он сам что делает удаляется от бога именно этим душа бедна именно этим беден человека он страдает потому что он сам от бога бог есть благости счастья радость а почему он удаляет что он не любит все это перечисленные грехи да это все это все против какого-то зла против кого ты человек это сам будет страдать и по плоти и по духу он не будет любим он сам не любит и не будет любим на самом деле по-настоящему никем тут очень важно да ну еще раз по поводу вот этого вы просто от меня конечно же мой ролик этот кто знает я уже говорю что я конечно же уже потихоньку тоже дошел до того что все пережил в одно и то же об этом я говорил своих проповедях и говорю неоднократно и прежде чем поговорить конечно же о совершенстве о том что иисус во первых бог и совершенство это для всех должно быть как дважды 24 понятно бог есть идеал свят совершенство истина все эти слова все они любовь полнота до доброта все это приписуемо богу и так и есть его сущность существитель сущность всего мироздания наша с вами сущность как его творение проявления как хотите кому какие слова удобнее и ближе да по поводу поэтому творение зла конечно же да вообще должно быть табу и поэтому а совершенстве сейчас мы закончим конечно об этом я говорю постоянно что надо стремиться к совершенству это смысл жизни каждого человека и познавшего истину в полноте стремиться к этой полноте но об этом я закончу на хорошую ночь а начнем как всегда уклоняясь от зла и делай благо покайся и сотвори плоды достойны покаяния поэтому прежде чем говорить о совершенстве начнем с маленького не твори зла закон бытия любви закон дает какой никогда никому ничего не делай того чего не хочешь себе и наоборот уже дать поступать другим так почему как можно больше выше дальше сильнее что можешь сделать другим чего хочешь чтобы делали тебе да в этом нет предела совершенства так скажем хотя внутренне он есть духовный так скажем предел а внешне конечно же делах он проявляться может бесконечности мы мы сами вечны поэтому дела в любви бесконечны вот но внутреннее познание но конечно хронично так скажем вот я понял да азим есим свобода вечности и любовь 1 начинаем уклоняясь от зла я хочу взять на сегодняшний день у нас 1 мая 2022 года больше двух месяцев идет агрессивная война расистов во главе с путлеровской группировкой в преступной питерской по из-под пись питерской подворотни против украинского народа идет его уничтожение захват территории который несет смерть страдания более не свободу разрушение голод болезни все на свете вот вы посмотрите на этого человека если вы посмотрите я конечно помните записал ролик путлер капут и пример падение человека да кто ты уже смотрел кто последовательно поставить мое видео я хочу еще раз напомнить сейчас просто яркий пример до чего докатился да и я на сегодняшний пример опять вам покажу что у него и раньше все это было все его вот эти выступления особенно знаете у него уже есть вот это там раз в год как называется прямая линия тошнотина это но и все вот эти выступления неважно то он там как будто прямая линия с населением то там перед журналистами то еще какие-то не там есть вот эти всякие вещи он всегда это было его козырная линия вот он поступал именно то о чем мы с вами сегодня говорим о том как нормальный человек до никогда поступать не должен вы мне если тыкните что и ты сам же всех время обличаешь вот даже сейчас в чем разница и объясню очень легко и понятно разница в том что я обличаю человек как отдел иисус затем его ученики и все про проповедники пророки и праведники до него во всех временах и народах и после обличаем злодея и грешника злодея в том чего сами не делаем сами не делаем именно поэтому в этом обличаем и призываем не делать это и наоборот призываем делать добро которое сами делаем это очень важно а на примере путлера я хочу вам показать как человек вы возьмете если вы любые довоенные так скажем выступление все было то же самое ему вопрос задают почему вот там у нас налоги такие да вы посмотрите туда а вы знаете сколько там ему задать вопрос у нас так то есть он признает своим ответом что там плохо ну а у нас вот вот так вот его не спрашивают как там и никто не говорит что там хорошо и вот у нас вот так у нас а почему у нас такая коррупция а вы знаете а вот там вот никто не говорит что там где-то в папуа новой гвине где вот именно вообще там и рядом не слышали что демократия где вот им какой-то военный режим такими же военные хунты там возглавляемый да никто не говорит что там хорошо и мы на это равняемся его спрашивают почему у нас так где там свободные суды демократия где якобы проповедуется благочестие христианская мусульманская да вроде как цивилизованная страна вроде как на духовную там чуть ли не 3 рим претендует почему у нас это у него ответ все время один а вот там его спрашивают почему у нас нельзя свободно выйти на мирный митинг говорит свободно людям то что они думают почему у нас всех сажают всем рот затыкают дела клепают как бешеные принтеры дубинками детей и взрослых молотят менты что только дай волю а посмотрите вон там в америке да когда капитолий там тоже разошлись ночью до тебя никто не говорит что там это хорошо что люди тоже взялись чуть ли не за дубинки палки кто-то за автомат пошли там капитолий брать чего там хорошего никто не говорит что это хорошо он сам говорит ведь аналогичные события он горит да ну там то вы посмотрите там тысячи там или бы также либо тоже что то есть либо чуть ли не хуже как верну там хуже а я потому что у нас же не так у них там 200 человек избили а у нас всего 199 с половинкой война начинается 24 февраля путлер объявляет войну украине вы послушайте его речь нато там америка бомбит косо там вмешивается враг а нам что нельзя вы слушайте он он сам вы слушаетесь в речь этого человека у него якобы там патриархи кириллы святейшие там тихо найти в шефку новый якобы его там наставники вы вдумайтесь какую дичь несет человек антихристианскую чего выдавая себя за христианина он сам рассказывает что он сам всю жизнь говорил что там вот этот бомбежка косово там в свое время на то тем самым да говорил что это плохо все это осуждалось ты раньше это делал то есть они просто лишь туда вот они хорошо и смотрите вдумайтесь в идиотизм человека то есть он сам говорит что это плохо всегда говорил что это плохо до этого опять говорит что это плохо в одной речи и сам начинает делать то же самое вы вдумайтесь насколько это сегодня актуально подходит вот под слова антони великого давайте я вам еще раз их прочитать мне интересно вот эти вот ну я конечно прекрасно понимаю что все эти сатанисты все эти православные ничего там они никогда не читали ничего не чему если читали ничего не следует я все упущу я не зря выделил даже вот эту вторую часть ведь не выделена самым главным образом это антони образ дал опять как да глупые люди в мирском понятии глупые там науки не хотят жить на что облегчается их что дважды два не знает что 4 до мелочь посчитать не может в кармане самое важное что антоник прямую мысль да что невоздержанные по жизни и нравом ну то есть грешники люди творящие зло против кого-то заботливо желают чтоб все были хуже их думай снискать себе оправдание в том что много злых это беда это беда люди докатываются вот до такого не то что там о святости о совершенстве о полноте о зрелости и всему подобному обожжение все эти слова вы знаете о любви в себе раскрытие в полноте вот обо всем этом это вообще тут от зла не уклоняется люди не каются игрешь там о сотворении плодов достойных покаяния не говоря о том чтобы уклониться зла и делать добро зло творят оправдывая сеть себя чем что вот кто-то делает точно так же чем я хуже вы вдумайтесь такие вещи вообще безумны на них вообще табу должно быть творение какого-либо зла агрессивного даже против врага в чем христианство есть а уж чего говорить о тех людях которые тебе еще ничего не сделали какие-то предупредительные удары идет человек тебе навстречу я все раскладывал это мировоззрение идиотская путлера да что якобы вот там кто-то нападет тут предупреждающий удар они делают там с ним же и лукашенко этот шизоидные уже поехавший на вообще человек некит предупредительные удары делаю если бы да кабы бы кто бы на них напал бы кто на вас напал человек который исповедует истину любовь добро он первым вообще никогда зла и евангелие иисус бог любовь нас учит на зло добром отвечать на зло уж добром не отвечаешь хоть злом не отвечай а уж зло делаю про то кто тебе еще ничего не сделал идет на встречке человек а вдруг он меня сейчас ударит я ж не знаю чего не в голове ну смотрю вроде сильный сильнее меня дай-ка я ему сажу к раньше да то он все-таки покрупней чет рука в кармане мало ли может не там волына до пистолет дай-ка я ему заряжу пока я первый он же путин все время об этом лучше защита 1 на поедем уже шизик агрессивный христиан и иисус правильно крыл вернее апостол 5 павел вот из-за таких их улице имя божье из-за таких из-за всех молчунов кто-то меня думает что этот агрессивно я не говорю о путь лере ничего чего он не делает я не называю его там не знаю гомосексуалистом и даже уродом дару не такой урод он человек как человек кому-то он нравится какой женщине там мужчине вот я обличаю его беззаконие реальный беззаконие всем очевидны причем я даже не говорю о тайных каких-то беззаконных всем очевидны беззакония для вам понятно не один там в россии таки в мире девять процентов грешников это понятно мир лежит во зле святых людей это мало стадо их единицы вообще единицы по всему белому света это надо понимать табу вообще на творение зла табу в оконцовке стесе минувший христианином ты добром на зло отвечаешь добром каким добром обличение тоже добро не забывать праведное обличение когда ты назовешь прямо грех человек по его делам его дела обличаешь иисус этим и занимался в мире женщин возле это есть любовь это приведение человека к покаянию до вера отслышания слышно отслушивая слова божьем как уверенность нет говорящего как он покаяться если никто его не обличает если он сам в себе бога убил и уже левую руку от права отличить не может кто только внешний голос кому понятно его не слышит потому что внутри по загасил задушил внутренний голос но это дело каждого святого человека до говорить правду всем и вся поэтому чё тут говорить по поводу это вообще табу до оправдываться что кто-то еще хуже это вообще и творить зло чей первым это вообще это это пробитое дно ада не просто там 0 рай и вот улетел и все вы знаете есть рай нулевая планка есть царство небесное есть от так это дно ада там пробита но она вообще в бездне куда там дьявол будет связан вот это туда это где-то там очень далеко никому не пожелаешь вот ну и по поводу совершенства я постоянно говорю то есть о каком вот именно оправдание идет речь индульгенции на зло если кто-то где-то делает сколько вообще и сколько об этом с протестантами беда потому что них они черно-белое бытие выстроили спасен не спасет нет этого учения в евангелие в новом завете иисус всегда рассказывал что каждому будет воздаваться по его делам кто сколько на поле потрудился да кто сколько талантов приумножил да иисус постоянно об этом говорил что один принесет плод 30 другой 60 другой 100 каждый будет получать по делам своим об этом потом вы говорили ученики сам иисус был будьте совершенно как совершенно отец ваш небес на опять же из той же серии о любви к врагам да что должны благословлять благотворить и молиться обличение то есть благое слово это и есть благотворение обличение праведное я говорю нюк ню не уходящие не в гнев вот у меня нет никакого гнева такой праведный гнев возмущение я групп смотрите на иисуса мне интерес когда там дебош в храме устроил как вы себе его представляете он тоже был такой пойдите прочь нет конечно то это было с виду далеко не так как любит православный грешный грешный лапки сложил супер грешный да нет поэтому конечно же то о чем говорил иисус вам всегда призывал совершенствия все его ученики об этом в полноте раскрыли а уж павел об этом как писал на которого на вырванных цитатах из которого протестанты слепили свое лживое учение о спасении по вере и на этом успокойся это абсолютно не так апостол павел всегда говорил о совершенстве что я хочу чтобы вы были совершенны непорочны пред ним в любви то вы достигли зрелости христовой достигнуть ее надо что вначале только получили залог духа а потом его в себе развиваем вам постоянно об этом говорил что сам я там пока не достигну до подвязались что подвязайтесь бегите чтобы быть первым 1 2 3 есть до что один суд божий начнется с дома божьего с христиан да и каждого дела испытуется до голове солома вообще сгорит головешка обуглится золото и серебро очиститься от примесей каждый по-разному кого дом из алмазов у кого из того из того из того всегда об этом учительстве я сколько не говорил вы знаете нет никакого желания к совершенству нету ой да ладно вот о веганстве ну пусть вырезали всю ну может и прав там с религиозниками общаешься или даже вот как освободившимися там ну чё нигде вроде нет меня вроде так не сильно щемит ну я вот ничего ну мне же все родители что всего и вот это вот это а заметь еще вот это я сколько раз слышал даже от близких ну которых я старался менять кого-то пытаешься кто-то меняется слава богу да тоже вот ну что все в аду буду до до каждый будет по делам то что у тебя все там вокруг такие что весь мир пойдет вода ну или ты с ними будешь в этом аду и у тебя два выбора либо к ним туда спуститься либо если они к тебе поднимутся такой же ад будет он сейчас на земле этот каким образом вы себе небесное царство представляете вы туда пошли и опять за вами все убийцы насильники маньяки живодеры все за вами туда опять трупажоры вы в царство небесное попали там все опять животные как в раю к вам властятся опять трупажоры набежали давай всех резать месить в цирке заколачивать и опять они от от всех людей побежали пока вы не перестанете вот это все знаете быть младенцами быть тупыми иногда я прямо говорю бог никого не будет там распределять знаете все по-детски даже когда иисус там говорил чтобы мы поняли он говорит много для внешних все в притчах вы вот слушайте а понимать не понимаете вот но для внутрь их надо понять вы сами делитесь кто дел ближнему человеку животном природе тот мне сотворил уж я всячески во все павел так писал какой смысл тогда в разделении великого в небесном царстве если бог опять кого-то по головке погладит за 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 крокодили слезы под полотенчиком который всю жизнь грешил и так издох во грехе нет иисус грамм не покайтесь все также подохните разве не так какой-то до небесное царство будет любви там опять все будет то же самое тогда действует нет какого смысла становиться совершенно ты опять попадешь туда опять куча грешников и мы опять там будем жить в аду опять все друг друга насилуют убивают грабит и уничтожают злословит и все пошло поехало на чем вы думаете туда попадает только совершенством собственной жизни где ты никогда никакой зла никому не сделал и не потому что тут на словах решился вдруг нет эту жизнь прожил уже такой ты достиг ты отказался того 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 зла здесь здесь под угрозой лишения там благ каких-то здоровья свободы или самой так называемой временной жизни вот когда ты здесь прожил такую жизнь да ты попадешь в небесное царство где животные как в раю нет ни одного хищника все те не то что боятся затискать тебе готовы до умопомрачения до весь природный мир вся природа которую ты здесь любил оберегал заботливо относился не вледил сколько мог защищал до ухаживал и наоборот преображал там будет природ тебе благодарны или опять бутернии волчицей произрастить нет все там будет сама прекрасно расти чудесно и все будет просто круглый ход еда и все на свете не будет ни холода ни зноя и так далее да все будет прекрасно ты где ты здесь этого достиг до или ты так до сих пор едешь всякое говно которое сажал только что изо рта с этими бумажками из окна в машины кидаешься да или там на пикничок съездили и все свое говно за собой оставили ну как ты здесь так живешь ты здесь перестал творить людям злой сколько может делаешь добра ну первое ты никому никогда не делаешь зла да сколько может и не всемогущ в этой жизни пространственным временам измерения ограничены ты не можешь весь мир накормить там да ну сколько может и все делаешь стараешься делать по максимуму да ты становишь достойным да там будет такие же как ты да тогда это сохранится небесное царство входят туда только сами собственной святостью все никак никак по-другому у того что анатонией следующие ролики я буду братья его же наставление за основание и все записывать все опять то же самое туда входит только сами собственной святой жизни доброй жизнью жертвенный вот этой доброй жизнью когда ты за за добро страдаешь заговорение правды за обличение за добрую жизнь я все равно хает смеются издеваются лишают чего-то нигде не нужна доброта нигде никому не нужна любовь ты будешь все время страдать вот так вот учение о совершенстве это обязательно да иисус за меня пострадал а ты-то ты научился это жертвы да он вот пострадал и сказала кто идет за мной даже я молчу про истану мир кто якобы идет кричит я христианин до твоим именем даже изгоняли бесов там да и все что только не то не вытворяли да и кричали господи господи сказал я не знаю вас отойдите от меня все делатели беззакония а ян богослов так пишет а греха есть беззаконие просто с равные слова отойдет меня все делающие грехи как нам перевели тому смысл один и тот же не знаю вас кто идет за мной и не несет креста своего страшотку крест крест страдание за истину страдание за добрые дела потому что сус когда его перед тем как ему этот крест возложить на котором потом его роснут и вот за что сонка за какой из добрых дел хотите мне судить не за добрые дела да а за то что за за богохульство в ихнем понимании вот и все ему не смогли предъявить ни одного злого дела кроме придуманного в своей голове как там путвер и вся эта питерская у пг и основная часть расистов так называемая в россии обитаемых да и весь мир такой это у россии просто супер руши за там есть как всегда вот все то же самое за придуманные нам вещи убивают просто истребляют другую других людей точно такими же с двумя руками с двумя ногами с головой и со всеми вещами вот так вот так что вас не спасет того что все труппажоры даже вас там близкие какие-то даже христиане не штаб христу молиться они вроде как спасены никто не спасен человек попадает небесное царство и в разной славе в разной полноте соответственно от разной святости так называемой счастье полноты любвеобильности человек там будет получать большее блаженство вы не будете даже если вы в какой-то мне какой круг ада попадете где там просто не так много плохих людей будет вы что же были не такими плохими но вы о веганстве в этом животных просто не будет никого там будете вот с такими вот христианами ни одно стоит на живот насколько они милые прекрасны на что у них уровень сознания вообще уровень развития животных это дети 3 5 лет именно поэтому над ними так умиляемся им этих детей трех пятилетних что с ними делаем которые верены нам в раю еще были в заботу в попечении другим словом общем любовь где вы будьте вы от меня услышали то слово она вас обличил иисус сказал про правильно не я не я слово моё будет вас судить вот я вам сказал вы услышали и вы знаете что это истина христианин не веган это грешник это его место ад может не дно ада хотя может и дно может и дно убивать детей животные такие же дети не способны человеку никак ответить нихрих не свинюшка не поросенок да не курочка они не способны отвечать то считаешь как неспособны и дети детей стариков убивать цель сейчас там делается на украине это же жуть в этом ролике уж не буду про донбасс отвечать или надо отвечать да если вы кому-то хотите помочь это незачно помочь убиваю кого-то возьмите помогите весит донбасс за те деньги которые сейчас в эту войну уже в бухали только можно было весь переселить весь вообще переселить россия 6 часть населения территория земли суши 6 часть километрами идешь десятками километров сотнями километров пустыри живи не хочу шикарные земли это ник не то что там каменистый нет пожалуйста у нас черноземье в котором я живу заселена нет если так хотите их от бандитов избавить пожалуйста найти день которые уже так потратили уже там миллиарды долларов каждый день войны вы узнаете сколько один танк стоит вы узнаете сколько затонула затонула вон это корабель а которую послали куда подальше как она называется москва это миллиард долларов стоит на эти деньги можно было весь донбасс с луганском переселить только на стоимость этого корабля продали по кому-нибудь америке и переселили да люди бы люди бы бегом побежали бы им дай каждому по домику по коттеджу хорошему участок и по всю инфраструктуру выстроить это только одно судно погибло утонула после подбитие миллиард долларов его оценочная цена вот вам живой пример как можно был любовь проявить да вот так вот и все есть там познание истины нет не там наверху не внизах как мы видим как они сами пишут комментариях они будут жрать да лишь бы другим было хуже это это все это шиза не надо вообще уже не знаю о совершенстве стоит ли завидеваться да но так как слушать меня разные люди я хочу сказать тем кто действительно слышит голос истины и действительно без без стремления к истине на что вы рассчитываете без совершенства мы хотим все быть с богом ряд прям у него на коленках сидеть каким образом только став и точно таким же подобное соединяет с подобным хотите быть богом будьте богами а бог есть любовь а любовь не причиняет зла сколько может делает добра в каждом ролике оговариваюсь на этом заканчиваю что в межащем вас злеет не знать что вы теперь насильнику еще и помогаете держать жертву ты же меня любишь манипулируя этим твоим же проповедью твоими словами тоже мирозрением а ну ты за любовь ну подержи ты же любишь меня ну подержали пока поносилу и не не будьте идиотами истина очень просто это как раз есть уже жертвенная любовь когда ты между жертвой и насильником агрессором становишься грудью или защищаешь спиной вот и все готов даже умереть только без автомата в руках без орудия убийства самого этого грешника а просто ценой своей жизни до хочешь пройти через мой труп пожалуйста вот так вот такое вот сегодня видео надеюсь одну для кого-то было полезным отрадным не останавливать не достигну кто хочет эта жизнь она очень короткая она быстро пролетает она пролетает быстрее чем как говорят фанера над парижем эта жизнь это адская школа жизни конечно адская но и и над пройти то адская школа жизни вот и на познание всех ужасов зла но и всех прелести добра пусть в маленьких еще варианты дальше он как бы мы здесь не познавали все мы это познаем вечности в тысячи раз лучше в тысячи раз хуже кто грешники потому что с такими же только там плевел от пшениц когда делится когда говно с говном остается знаете как все сразу на своей шкурке понимаешь здесь грешники только на фоне праведников потому что пока на них ездят и на благодаря праведникам вообще крутится этот мир и что-то доброе есть когда они попадут в точно такую же закваску в точно такой же уровень где они точно такие же не больше не меньше они как иисус сказал локти кусать себе будут и наоборот праведники мы себе представить не можем мир где точно такие же как мы тебе уже не надо будет даже вот этими как мне сейчас обличениями там как иисусу все это как доколе терпеть буду вас и страдать все это да там одни святыльте не на кого даже правильно обличать все там одна любовь там никто никому никогда не сделает никакого зла там все друг друга только любят очень важно этому надо научиться здесь туда войти паспорт получили гражданина можно только через крест через страдания через жертвенную любовь это через говорение это жизнь открыто открыто жизнь и где-то вы там тайно стали христианином нет открыто жить всем говорит что и как вы живете что вы веруете и знаете что я вечно всем вечно говорите об этой вечности вечность это ответственность это переход говорите о царстве небесном о царстве любви о великом разделении говорить об этом с людьми говорить о том что добро тебя самого делает счастливым а зло тебя сделает несчастным и в конце во концовке ты будешь все более более несчастным потому что вокруг тебя будет все больше и больше тьма кружить вы чем больше затыкаете святых людей, чем вы больше сами в это же говно покружаетесь, и вокруг вас такие же все больше и больше. Наркоманы не идут в библиотеку с учеными, и ученые, наоборот, не сидят с наркоманами. Каждый тянется к своим. Но только если ученые получают радость в высоких беседах, то наркоманы в оконцовке или алкаши, чем заканчивается их сходка? Вась, мась, удар поехал, и все. С утра вспоминают, кто кому за что заехал, и опять бухать. И вся их жизнь. Вот и все. Вот так вот. Поэтому стремитесь к совершенству, оно во всем, во всей полноте. Надо рассматривать себя. Павел очень хорошо и правильно сказал, если бы мы сами себя судили. Сами себя. Не надо этого бояться. Я сколько с протестантами вижу, вот я общаюсь, я вижу его вот это вот, где-то и глупость, невежество, и трусость в том же самом плане. И вот это за зомбировку, конечно, всего этого. Да, якобы, а что ж теперь я, вроде как, Христос сделал меня счастливым, он же спас меня, тут ты меня тут нагнетаешь, я не такой праведник, как асправда. Тут не то, тут немного не то, так исправься. Это не потому, что я такой плохой тебя с небес на землю скинул. Нет, ты не был там, ты только, как Иисус сказал, мечтал о себе. И обманетесь, когда откроется все ваше нутро. Ты скажи спасибо, что я обличил тебя в этом. Я всем благодарен. Когда меня там тычут, слушайте, я когда Евангелие читал, я слезами обливался за свою жизнь. Я благодарен Христу, что он меня обличал. Я видел во многих тех героях тех событий, себя естественно, когда читал. Я благодарен за все, что кто-то там веганство проповедует, что я посмотрел фильм «Земляне», все, что там говорилось, это же меня обличало. Я принимал эти обличения и менялся. Почему вы не меняетесь? Вы думаете тем, что вы от меня просто или от кого-то, от истины оттолкнетесь, заткнете уши, я тебя не слышу, не слышу, не вижу, не вижу. И что? Кого-то обманете? Бога обманете? Нет. Себя. Кроме себя никого вы не обманете. И кроме вреда себе никому вы плохо не сделаете. Учение истины, Бога любви, являвшегося в плоти Иисуса Христа, это учение о совершенстве в любви ко всему его творению, природе, животным и людям. Людям, как и праведным, так и грешным. Ко всем оно в делах проявляется по-разному. Если мы праведнику действительно готовы, первый перед ним на колени падать, эти бреди там православных, встань у хра, у монастыря, у входа и кланяйся каждому идиоту в ноги и говори прости меня грешного. Это не учение Иисуса Христа. Иисус так не делай, этому не учил. Это самоуничижение, это полная чепуха. Если ты в чем-то согрешил, кто-то тебя обличает, и ты внутри обличаешься, Он тебе словом, Бог тебе изнутри, у тебя состыковочка произошла, да, так признай это, изменись, вот и все. А вот это просто так на себя натягивает, я грешный, грешный, супергрешный, грешный так исправься. Грешники Царства Божьего не наследуют. Не учил Иисус, кто больше всего будет себя грешников называть, да, тот будет в небесном Царстве. Чепухи так он никогда не говорил. Кто покается и сотворит плоды в полноте, достойные покаяния, вот кто будет в небесном Царстве Любви. Туда не входит, я говорю, там будет точно такое же, как здесь на земле в бытие, у нас работают законы всякие, якобы природы, хотя это мысли Божьи, там тяготение и так далее. Точно так же туда будут просто святые души подниматься по естеству своему. Кто-то действительно стал таким, легким, и туда взлетают. Туда не Бог кого-то там, да, ой, ну ладно ты, грешник, он ну так просит, ну так рыдает. Они так же под полотенчиком у Попика рыдают и тут же, да, выходят и продолжают все то же самое делать. Вот так. Поэтому всем желаю, как Павел говорил, достигнуть этого совершенства, этого зрелого Христового возраста, ты невесты Христовой, стать ее частью и самой этой души индивидуальной, и как коллективной, как церковью, да, Бога Живого. А она должна быть без всякого, Павел не просто так употреблял эти слова, без всякого пятна или порока. Это очень важно. Жить свято не сложно. Вы когда пойдете по этому пути, все поймете опытом, это не сложно абсолютно. Все эти какие-то недовольства против вас, грешников, пусть это даже самые близкие родственники, родители, там дети. И вы если их любите, вы будете говорить им правду. Самую настоящую правду. Потому что если их вы любите, вы хотите, чтобы они были там, где вы. Вы не хотите, чтобы они были там, где такие же, как они. Вы будете говорить им правду. Ваша любовь, так называемая, медвежья услуга, как говорят им, да, якобы вы с ними не ссоритесь, молчите, да, против войны не выступаете, там, за веганство и против тупажорства, за любой вопрос, за вечную жизнь кто-то там может спорить, а, червяки сожжут. И вы все проглатываете, вы ни в чем не участвуете, вы не активны, вы не проповедники, вы молчите. Вы только на словах Господи, Господи, да, и идете за ним, как в мультике девочка припрыгивает светочком, да. А Иисус говорил, что такие обманутся, всякие души становятся, но не несущие креста своего, не есть молченик, не следует за мной, а он только думает, мечтает, кино смотрит о себе самом, якобы он там куда-то идет. Вот так вот. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь, до следующего ролика. Продолжение. Думали все? Нет, еще. Я уже выключил ролик, но у меня такой бывает, я даже загрузил его уже. Но я кое-что вспомнил, во-первых, забыл посмотреть в свой блокнотик электронный, что еще 28-й мы должны в этом же ролике, 28-ое наставление Антония прочитать. И я еще два важных момента про Путлера вспомнил и хотел просто сказать, это важно, сколько мы уже с вами все перечислили. Вы знаете, самое важное, да, когда там спрашивают про коррупцию, про дороги, про все, что там плохого в России происходит, это ладно, сейчас что-то можно пережить, проглотить. Вы знаете, но у человека в жизни есть три вещи для него самые ценные. Первое, ну пойдем от низшей к высшей, это свобода. Без свободы не жизнь. Второе, это здоровье. Это еще как бы важнее, потому что лучше быть здоровым и в тюрьме сидеть, кто знает, чем быть адски больным, да, даже на свободе. Порой лучше, потому что свобода тюремная там ограничивает тебя по плоти, да, но ты хотя бы, если свободен по духу и здоров по телу, да, там, конечно, плохо и все, но все-таки кто сильно болел, тот меня поймет, да. Вот, но жить в адских мучениях, каждый день там испытывая боль, вот, это ужасно, от которой невозможно избавиться, да, вот, и поэтому здоровье, и грубо говоря, лучше в тюрьме на двух ногах, чем там на свободе быть инвалидом, да, без ног, без рога и там, не знаю, с парализованным каким, да. Понятно, чаши весов, я так образно говорю, у каждого свое, может кто-то скажет, нет, для меня лучше быть больным, но на свободе, да, это плюс-минус, все это очень на одних весах, даже, в принципе, и третье, это жизнь сама, жизнь, вот эти три вещи, я вам сегодня привел, привел примеры, да, как Путлер отвечает про здоровье там, про все это, да, и про здоровье опять же, ладно бы само здоровье, там, медицина, как говорится, я говорю, бог с ним, это можно проглотить, что у нас там, я хоть и не особо сторонник медицины, но все равно люди лечатся, посмотреть на больницы, особенно на сельский, там, древняя кафельная плитка, все вот эти фотографии или видео, которые показывают, что там зайти невозможно, какие душевые, я сам лежал в свое время в разных больницах, бывало, приходилось, и еще в юном возрасте бывало, приходилось, все старое, все древнее, все вонючее, грязное, посмотрите на туалеты в школах какие были, когда мы еще в 90-х росли, да, все вот это действительно душевые, помыться невозможно, да, но это ладно, это хотя бы не ты причина вреда здоровью, а когда сам, понимаете, что делается, всех оппозиционеров, всех незагласных травят, там, я даже перечислять вам список не буду, вы сами все знаете, да, вред здоровью от отравления, от даже не удавшегося покушения на убийство через отравление человека, это огромный вред его здоровью, дубинками всех колошматят, в том же самом СИЗО не просто сидят или где-то там в тюрьму, или тебя в участок забрали, да, тебя еще там из колошматят, выбьют зубы, отобьют почки и так далее, это все потом у тебя оскажется, ты будешь всю жизнь от этого страдать, да, вот, все эти побои на митингах и так далее устраивают менты, почему руководство-то? Это сознательное причинение вреда здоровью, сейчас это агрессия против украинского народа, возьмите это, сколько людей, помимо кого убивать или крайняя степень, помимо того, кого лишают свободы, сколько здоровью вреда приносятся, люди оттуда инвалидами, со всех сторон оказываются по разным причинам, участвуя прямо в этих военных столкновениях или это мирные жители, как он отвечает, ну и крайняя эта жизнь, отнятие жизни, да, я вам еще два примера, просто я вспомнил, очень важный, я сам собственными ушами слышал, я не фанат Путина, вы знаете Путлера, и не слежу там за его творчеством, так скажем, ну, он у нас 20 лет, так называемый, главнокомандующий, да, и хочешь не хочешь, все это доходит, и я это, собственно, ушами слышал, все, все, что я вам сегодня произнес, это даже не где-то там, не где-то я там читал или видел, через кого-то дошел, да, я сам все это слышал, и вы, многие это слышали, и вот спрашивают про Гуантанамо, кто знает, это там тюрьма в Америке на острове, да, да, там ужасные вещи, я в свое время там тоже скандал был жуткий, все это вышло, все эти видео облетели весь мир, да, я смотрел несколько документальных расследований, фильмов, художественный такой фильм на основе реальных этих событий, очень хорошие, как-то я забыл, как он называется, тоже там американская, кем-то сняты там, вот, его спрашивают про Гуантанамо, вернее, ой, не про Гуантанамо, его спрашивают, а вот из недавних, еще недавно до войны был, ну, тоже буквально вот, прям недавно, да, вот, его спрашивают про что, кто знает, у нас в России один системный администратор, да, слил всю базу, скачал, который он был с админом, из жестких дисков, все эти насилия, где там уже в России слово швабра стало нарицательным, да, в тюрьме особенно, да, как там насиловали заключенных, избивали и до смерти, и не до смерти, с лишением здоровья, все это облетело всю Россию, весь мир, его спрашивают, что с этими пытками в тюрьмах, что он отвечает, а вы знаете, что в Гуантанамо, думаешь, господи, у человек вообще в голове что-нибудь есть, кроме соломы, в голове моей опилки, тебе не спрашивают, что в Гуантанамо, тебе спросили, что в российских тюрьмах швабры в задницу засовывают, заключенные, за что бы он не был, пусть он самый гнусный педофил, который там тысячи детей изнасиловали, смертной казни у нас нет, и слава богу, да, человек должен, должно даться быть время на покаяние, вот, его тюрьма для того, чтобы изолировать человека, не зря называют изолятор, все эти слова говорящие, изолятор, исправительная колония, там должны исправлять человека, а не убивать, насиловать, еще больше ожесточать, к нему любовь, правильную любовь должны проявить, его и так изолировали, дали комнату, чтобы он никому не прикоснулся, народ его, так скажем, кормит, ждет его покаяния, потому что на налоги людей, они питаются, там есть работа, они могут даже, в принципе, отрабатывать эти деньги добровольно, желательно, чтобы это было естественно, а так пусть сидит, ничего, на картошку ему насобираем, вот, так гуманно должны люди жить, желающие каждому грешнику покаяния, кого оттуда, какая исправительная колония, когда там в задницу тебе швабру втыкают, изоленты обмотанную или не обмотанную, что это такое, его правит спрашивает, он ничего не отвечает, он не собирается с этим разбираться, это ужаснейшие вещи, которые происходят, я говорю, далеко там не педофилом эти швабры в задницу засовывают, а всем несогласным, любому, и тем же самым политзаключенным, а это вообще, можно сказать, невинные люди, и всем несогласным, а сколько-то случайно попадает людей, реально, а сколько клеветанных людей, только недавно случай был, две девочки, там что, в школе проблемы были, прогуляли школу, какого-то мужика вообще, соседа, оклеветали, что он их чуть ли там приставал к ним в подъезде, и ему сначала 13 лет дали, потом до 6 скостили, хотя уже девочки и все родители, родители этих девочек просили, писали, чтобы его отпустили человек, потому что его незаконно осудили, ничего вообще не сдвинулось, 6 лет на строгаче сидит мужик за то, что его две девочки прогуляли в школе, испугались там гнева родителей, сказали, что их какой-то мужик там в лесу прижал, пипиську показал, оказалось, все это неправдой, вот реальный случай буквально, вот, прям сегодня записывают, вчера новость была, ты будешь с этим разбираться? Ничего, посмотрите, что в Гуантанамо, тебя не спрашивали, что в Гуантанамо, никто не сказал, что в Гуантанамо это хорошо, в Гуантанамо плохо, и они пусть там сами разбираются, русский человек ничего не может сделать в законодательстве Америки, но мы можем тоже это распространять, говорить, осуждать это, обличать это, все, что мы можем сделать, ты не можешь туда зайти, даже на эту территорию, что ты можешь сделать, ну, кроме как вот именно осуждение уснул, да, и осуждают. И тот журналист, который задал вопрос, он не говорил, что, вот, вы знаете, есть Гуантанамо, да, это хорошо, а вот у нас есть швабры в задницу. Человек вообще с опилками в голове. И смерть. Его спрашивают уже, вот, послевоенный, сейчас идет, вот была конференция, что с Мариуполем, который, кадры из Мариуполя, что он отвечает на Мариуполь, который там вообще кадры ужасные. Вы посмотрите на Алеппо в Сирии, кто следил за сирийскими событиями, сейчас можно посмотреть, там просто, просто это руины город. А кто сказал, что в Алеппо это хорошо, все, что творится в Сирии или в других военных конфликтов на земле, в любом. Кто тебе это сказал? И тебе разве так вопрос ставят, при чем тут вообще Сирия и Алеппо? Да, это тоже плохо, да, это тоже плохо. Что теперь-то? Вы вдумайтесь, до чего докатился человек. И закончить, я говорю, я забыл, что на 28-м пункте наставления Антония Великого, обольщающийся земными благами, давайте целиком зачитаю быстро, обольщающий земными благами и знающий все, до слова, что должно делать проводящим добрую жизнь и не делающим то, похоже на тех, кто приобрели лекарства и врачебные орудия, а пользуются ими, не умеют и даже не заботятся о том, но не хотят. Потому в соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а только самих себя. Ибо если душа самоохотно предается разлинению, то не может быть непобеждаема грехом. Еще раз, о чем говорит Антоний? Первое, обольщаешься земными богатствами. Все эти про Путина пропагандистские сказки, там чуть ли что он не аскет какой-то, знаете, это дерьмо поганое, может слушать только безумный человек. Этот человек погряз просто в богатстве. Не зря Иисус в пустыне отверг все, славу, богатство и власть. Три порока. Три порока. Власть. То есть ты якобы над кем-то имеешь власть. Никакой. То, что общество и живет, организованно. Есть управленцы, которым дали управление. И ты должен дать отчет в управлении. Не зря Иисус Приджу такую рассказывал. Да, мы кого-то поставляем. Любая община. Можете сказать так, ты будешь там ездить туда-то в городе покупать, ты это, ты будешь за этим ответственен, ты за этим. Это зона ответственности управления. Это не власть над людьми. Если тебе общество, общность какая-то, 10 человек в деревне дали какую-то должность, так скажем, управленческую за чем-то материальным, грубо говоря, за какими-то делами, проблемами, бытовухой жизни нас все окружает, президент только за это в ответе. Ты не в ответе ни за диалогию, ни за мысли людей. Ты в ответе только за бытовуху. Все. Все управление от выше до нижше, это мы ставим на бытовые организационные вопросы. Тебе не ставили решать, кто имеет право жить, кто нет. Ты не вершила, ты не бог. Кому ты можешь лишить здоровья, да, почки отбить, кому нет, кому засунуть швабру в задницу, это не тебе решать. Ты когда это услышал, должен был в клочья рубаху разорвать и решить этот вопрос. Что ты отвечаешь? Посмотрите на Гуантанамо. По поводу богатства Путина. Я рекомендую посмотреть, если кто-то по Путину по поводу сомневается, посмотреть два интервью. Есть такой Пугачев. Пугачев, это один из первых лиц закулисной фамилии. Это человек, казалось бы, немногим известен, но всеми этим в 90-х и руководил. Если кому-то незнакомая фамилия, лишний раз вам скажет, о чем это говорит. Наберите Гордон и Пугачев интервью, а возможно вам еще выйдет, недавно его жена записала с ним еще одно. Посмотрите два интервью с Пугачевым, и все вам станет ясно, кто такой Путин, да, и в каком богатстве он просто погрес. Обольщающиеся земными благами и знающие все дословно, ну, тут это я дословом добавил, я не помню, тут сереньким я выделяю, когда или это было от автора. Суть в чем? И знающие все дословно, что должно делать проводящим добрую жизнь. Путин не знает. Конечно, в том, что он не читал Евангелие, я ни капли не сомневаюсь. Посмотрите, я говорю, того же самого Пугачева. Говорят, что он больше двух строчек не способен прочитать, не концентрируется. Он говорит, ты мне скажи быстро, что там да как. Он не вникает в события. Да и недостаточно Евангелия один раз в жизнь прочитать, его надо изучать, его надо исследовать, надо жить, подвязаться. И этот ток приводит тебя к познаниям все большим и большим. Кто проходит эту жизнь деятельно, тот поймет, о чем я говорю. Не проходящий, не понимает этого. Он знает, знает. У него есть эти все патриархи, Шевкуновы, Гундяевы. Есть, есть. У него доступ к любому. Пожалуйста, разговаривай. Он тебя окружает. Он знает все? Ну, как бы знает, да. Ты же цитируешь якобы, кто положит душу свою. Да, положит свою, защитив спиной, закрыв или подставив грудь свою между жертвой и обидчиком. Вы не кладете там сейчас на Украине свои души за близких своих. Вы убиваете людей. Он знает все, знает. И не делающим, то и не делает. Похоже на тех, кто приобрели лекарства и врачебное орудие, а пользуются ими не умеют, но и даже не заботятся о том, я перефразирую, и не хотят, и не собираются. Ну и как видите, жирным шефтом выделено всегда у вас. Потому, почему это прилипает все к одному сегодняшнему видео, потому в соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого. Гуантанамо, Алеппо, Америка, Китай, Европа, геи, лесбиянки, кто там еще, враги народа, национал-предатели, а только самих себя. Ибо если душа самоохотна, свободна, добровольна, а уж на него никто не дает, предается разленению, то не может быть непобеждаема грехом. Абсолютно идеально. Я говорю, кто мне, если тычешь, то вот ты же сам тычешь, а я не в своих грехах. Дело в том, что если вы мне можете предъявить то, что я предъявляю другому, да, я никому не делаю зла. Я не лишаю никого здоровья, я не лишаю никого свободы, я не лишаю никого в жизни, да и вообще никакого вреда не делаю. Сколько могу в жизни кому, чем помогаю. Насколько у меня хватает сил, возможностей телесных и душевных. Все. Да, за мной нет греха. Я не делаю никого. Кто? Как Иисус говорил, да, вы знаете, конечно, к этому не сразу приходишь. И с виду все это кажется гордым, я понимаю. Только Иисус призывал нас стать святыми. Если ты не стал, ты ничего не добился. Грешники, Царство Божие не наследует. Не грешники, грешники, супергрешники. Не верующие в Иисус Христа, а святые наследуют. Богоподобные люди, которые никому никогда не делают зла. От моих этих слов, даже вот от таких, от этой проповеди, никто не страдает. Тот же Путлер, есть возможность, что он услышал бы, если бы это и покаялся бы. Эти слова несут благо, добро, чтобы он одумался, что он творит. И все это окружение. 99% фашистов в России, безумных людей абсолютно, гиб-гиб ура, зикуют ему, да, восхваляя все эти беззакония. В своих грехах. Какое вы мне предъявляете? Я им, да, я предъявляю ему и всем людям вокруг себя, что убивать животными. Я говорю, вы убийцы. Зикуйте, да, вы убийцы. Я не в своих грехах, я не отмазываюсь своих грехов чьими-то грехами, вот именно, мне не в чем каяться. Я никого не убивал, я никого не насиловал. Да, я никому зла не делал. Я обидное слово никому, просто так не говорю. Путлер, я не знаю, сам где-то придумал или где-то увидел, я помню, с первых дней стал так писать, сделал там хэштег, все это, все свои посты подписывал, да, Путлер Капут, ролик выпустил. Это определение, потому что всем известно, кто такой Гитлер, да. И Путлер, это его четкое описание, его сущности, и, как Иисус сказал, всех его деяний. Иисус прямо сказал, вы дети дьявола, потому что ищите меня убить. Какое еще клише может быть высочайшим, в кавычках, да, неисочайшим для людей. Я говорю, Иисус прямо говорил, вы дети дьявола. Почему? Объяснил. Потому что Иисус никогда не обзывался просто так. Он давал определение, четкое определение человека. Ты чадо дьявола. Почему? Потому что ты ищешь убить меня. А он человек-убийца от начала. Путлер чадо дьявола. Путлер, потому что остался с Гитлером, и он делает дела Гитлера. Вот так вот. Поэтому в этом плане, да, я говорю, очень живой. Я стараюсь всегда живой, как Иисус говорил, для живых. Это нам сейчас непонятно, что там за башней селамской, кого там Пилат смешал кровь с жертвами, что там кто погиб, на кого упало. Надо жить реальной жизнью. Проповеди должны быть живые, связанные с современными событиями, чтобы всем было понятно. Идеальный пример. Ну, в кавычках, конечно, идеальный, что все знают. И его, и его беззаконие. Вот и все. Иоанн Претеча прямо обличал Ирода, четвертовластника сына, одного из сынов Ирода великого. А за что обличал-то? Посмотрите предание. Жалко в Евангелии это не отразилось. Нам кажется, что просто он обличал по закону, что нельзя там иметь жену-брата. Предание я изучал, когда это вопрос. Гласит о том, что на самом деле, конечно, посмотрите фильм Троя с этим. Уж забыл, как называют Джои. Как это? Муж Анжелины Джоли. Уж забыл все эти имена-то голливудские. Ну, вы поняли, да? Как же? Ну, ладно, бог с ним. Трое фильм. Посмотрите, как там. Вот один в один. Вот вы трое примените вот к Евангелию, кто захочет. Посмотрите, там, конечно, это войны, убийства, все понятно. Трехчасовой фильм. Вот. Там вот смысл один и тот же. Кто сейчас поймет, что я скажу, и потом, если посмотрят, у него все это в памяти зафиксируется. Смысл в том, что когда Ирод взял жену-брата своего, брат-то на него наезжал и прессовал. И там были стычки. Посылали войска. То есть, страдали люди. Иоанн Крестителю не столько делал, ну, и по закону, может, обличал, да. Что он там с женой брата замутил и потом еще к себе взял. Ну, она от того, от другого Ирода свалила. Да, к другому Ироду. Вот. Это все были сыны Ирода Великого. Ну, какие выжили, каких он сам не придушил там, не казнил. Вот. И они потом правили, на четыре части поделили, Иудеи, поэтому, Израиль, поэтому и называется четвертовласть. Один потом помер, и вот на его месте уже из Рима пока прислали на месте. Оттуда там все эти понтии-то, правители. Вот. И вот посмотрите, там смысл в том, что было сколько людей из этого гибло, из этих проблем, потому что два брата ругались, так скажем. И там все это войны были, прессинги, все то же самое, все по кругу. Он и его за это облегчал, что люди еще страдают. Вот так вот, это очень важно. Вот так вот. Поэтому никогда не говорите, что вот там есть хуже. Вот обличайте. Если вы в этом не участны, вы это как раз обличаете, да. А не так, что вас обличают, а вы говорите, вы поняли вообще смысл сегодняшнего ролика. А то вот эти слова могут вырывать очень часто. Вот это не смотри на чужие грехи. Тогда Иисус, посмотрите, Евангелие, выкиньте его просто на помойку. Я говорю, если вы приняли это учение там какие-нибудь православное, что там смотри в себя на свои грехи. Иисус разве это учил? Разве он сам так делал? Да он каждого обличал в грехах. Каждого, кто к нему приходил лично. К нему подходит, говорит там, Ира тоже ищет тебя. Он говорит, скажите, это лисица, это до нас так дошло, что там Иисус реально сказал, это переводит как и хитрый, может он сказал, скажи, это и хитрюги, этому лукавому, там и лукавое переводится как слово. Может он правда с лисицей сравнил с образом, ну хитрой, лукавого животного якобы, да. Вот. Скажите, это лисица, никуда я не пойду. Мое дело, вот, проповедовать сегодня и завтра, а в третий день, послезавтра закончу, да. Вот так он сказал, отозвался. Никуда он там не побежал на поклон, это очень важные моменты, да. Вот, поэтому обличал он всех подряд, да, в грехах, которые видел. Вот так вот, это очень важно. И не говорил, что вот там есть хуже, да. Как раз про ту же самую башню Силамскую-то. Там смысл, именно тот же Иисус в этом говорил. Именно в этом. Говорит, если не покайтесь, так же сдохните. Так же, да. И они грешники, да. Но если вы не покаетесь, так же сдохните. И он знал, кому говорил, мы сейчас все это вот не видим, все это обстановки, не знаем этих людей, тем более, там, сердец их не видим через это Евангелие. Кто ему это там сказал? Для нас все в Евангелии. Я говорю, дошло, вот мы там упираемся в слова, ведь очень важен контекст. Я говорю, а я вас уверяю, что это было вот именно так вот, как сейчас в современности я вам на Путлера показываю. Все очень подходит, все очень тогда сходится, да. Именно так. Он и таким сказал, вот, да. Думаете, там, да, это тоже плохо. То зло. Но вы, если не покаетесь, так же побрете в грехах своих. Поэтому делать отсылки, что вот там, а я вот, да. До нас просто это не дошло. Вот это очень важный момент, это очень важно уяснить в жизни. Самому стать святым и светить, как Иисус сказал, в мире жизнью и словом. И этот свет, это не только свет какой-то псевдо такой, знаете, любви, всех ласкающих, уши всем. Нет, Иисус сказал, что если вы как раз на этот путь встаньте, на этот путь встаньте, да, горе, если все будут о вас говорить хорошо, а вас как раз будет нехорошо, а как раз вас гнать начнут. Это очень важно. Вот так вот. Поэтому, я говорю, самое удивительное в словах, ведь Путин же, получается, Путлер признает это все, понимаете? Вот признает. Он же не говорит, что нет, да, что это хорошо. Он не сказал, что швабрух в задницу на зоне, это хорошо. Он это как бы понимает, что уж прямо народ это не поймет. Ну, он сразу сметает стрелки, и все, и тему. То есть, он участвует, он это никак не собирается прекращать. То есть, он как бы понятен, что он согласен с этим. Он считает, что это нормально. Это по-христиански, он же христианин. Да, и все. А чтобы разговоры как-то ответить, прям стрелку метает, и все. В Мариуполе сейчас эти все там будут показывать мародерство, изнасилование, будут предъявлять. Не, ничего. Мы чистые, беленькие, как он говорит, и пушистые. Помните опять его? О, еще одно вспомнил. По сравнению с ними, он сам говорит, мы белые и пушистые. Ему там тоже предъявляли на какой-то конференции, я не помню, экономической, что-то там тоже в Питере помню. Что-то тоже такое ему сказали. Он говорит, да, мы это делаем. Но по сравнению с ними, мы вот белые и пушистые, он сказал. Я уж там всего не помню контекст, вот что-то опять там спросили тогда, или тоже просили. Я не помню тогда, это где-то, я так по памяти некоторых вещей вспоминаю, это года несколько лет назад было еще. Ну, и эта фраза сейчас тоже летает, и там, уж про нее там много чего нарезали, все это показывают постоянно. Я реально это тоже слышал в оригинале, сколько смотрел там эту, ну вот, там новости эти тогда. Тебе не спрашивают по сравнению с ними, тебя, тебе лично предъявляют. Я вот никогда так не делаю. Но если лично в чем-то кто-то тыкает, пусть даже к себе, что я к нему себя повел, там, заблокировали еще что-то, или не хочу общаться, или там, что-то сказал, что-то сделал не так. Я не говорю, вот там, или у тебя там друзья, может, еще хуже, я что, хуже других, что ли? Нет, я начинаю разбираться с нашей проблемой. Ты мне что-то предъявляешь лично, я с тобой решаю лично проблему. Ну что, что, не так-то? Я не говорю, вот там, вот, или вот у тебя, может, друзья хуже, или что, я самый плохой, что ли? Почему? Потому что у меня цель святость. Я говорю, а что, да, давай разбираться, да, ты мне предъявляешь? Я хочу понять, что или я прав, я тогда доказываю свою правоту, я говорю, я не могу отступить назад. Или что, или я хочу, да, то есть, я выясняю. Я не мечу стрелки на то, что где-то еще хуже, чтобы этим как-то обелиться. Ни чернотой тьма не обеляется никак. Вот такой вот ролик, надеюсь, он вам дал ответы на эти подобные вопросы. Да, очень важные, очень важные. Никогда не оправдывайте, я так ролик и назвал, свое зло, злом, то, что зло есть вокруг вас. Это вообще не оправдывает ваши грехи, ни в коем случае. И кто так делает, вот как я сегодня, по примеру, как кто сказал, в себе даю пример всегда, как он давал. Все это надо обличать. Не важно, кто это ваши близкие, дальние, вот так, не важно. Да? Я никогда не говорю, знаете, что мне там, ответить не могут. Да я бы с радостью ему это все в лицо сказал. И с радостью услышал бы его ответ, но не с радостью в том плане, что да, просто у меня руки короткие, кто и есть-то. Если у человека смартфона нету в 21 веке, в 2022 году, он интернет не смотрит, ну что поделать-то. Он сам выбрал свой путь. И Антоний Великий об этом очень хорошо говорит. Самоохотно предается раздлинению. Он сам выбрал эту жизнь, да, бункерную. Изолированную от всех здравых людей. Соответственно, не может быть, не побеждаем грехом. Не поступайте так. Живите свято. Кому видео мои полезные, назидательные, отрадные. Ставьте лайки, они помогают в продвижении роликов и канала. Обязательно не забывайте, делайте это всегда. Забыли, вернитесь на ролик, поставьте лайк. Пишите комментарии, тоже очень важно. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, впервые попал. Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Комментарии я все читаю, но вопросы какие есть, если я могу в силах ответить и есть повеление сердца, то я это делаю. У меня все. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...